Одна пациентка рассказала, что у нее там пятки болят. Я, правда, сегодня уже до меня отошла, почему у нее болят пятки. Ну, в общем, интересно. Значит, она сказала, что там куда-то она ходила, не знаю куда, и ей там, значит, нажали на какие-то там точки в районе пятки, и пятки болеть перестали там на день. А потом сново болели. Ну, это какая-то точная, это самое. В принципе, здесь надо не только на пятки, здесь надо еще на точки. И да, это будет проходить. Чем чаще будут нажимать на эти точки, тем быстрее будет. Нет, я думаю, что именно в ее случае, поскольку я знаю точно, в чем проблема, в чем причина, это не будет проходить, а будет нарастать. Здесь вот ключевой момент. Любое воздействие на точки, оно снимает симптомы. Да, именно. Поэтому, если она хочет, чтобы у нее ничего не делала, что у нее не болело... Нет, она ничего не знает. До меня судьба дошла, была она у меня в тиран. То есть это только на следующей неделе, я и расскажу. Так это и работает. Вот. Ну, ладно. С точки зрения диагностики, мы, в принципе, по кинезиологии, основные моменты. Ваши, потом я вам покажу. А у вас есть какие-нибудь таблицы этих мышц там и так далее? Таблицы есть, но, во-первых, я хочу сделать... Я, правда, не знаю, как в интернете делать, какая программа, где делают таблицы. Потому что я... Смотри, какие таблицы. Не, мы обычно, вот. У меня основная задача их перевести, потому что они практически все на латыни. Excel проще всего. Ну, латынь не важно, найдем, как по-русски называется. Ну, что я вам не скажу. Сделал сразу таблицу переводную. Ну, книжку вам, я говорю, как там латынь переводится на русский и на английский. Все равно нужно, и то же вам. Нет, смотри, если там таблицы на странице, там название всех мышц, зачем это нужно? А что таблица какая маленькая? Эти мышцы там сотни, по-моему. Нет, нет, нет. Есть мышц сотни, не мышц, ну, не сотни, но, да, три сотни где-то. Вот, но дело в другом. Дело в том, что... Я знаю, как мы, друзья, у тебя эту анатомию. Ну, вот, наш пример, да. Не все мышцы мы можем ухватить. Не со всеми можем работать. Ну, хорошо. Со всеми, на все мышцы мы можем воздействовать опосредованно. То есть, если, скажем, мы работаем с мышцами поверхностными, то они как бы проецируются на мышцы глубокие. Поэтому глубоких мышц, в принципе, мы можем и не знать. Мы можем, знаете, скажем, ну, допустим, ну, грубо там, да, спазм желудка. Да, если мы работаем на поверхностных мышцах, мы снимаем спазм... А какие мышцы в желудке спазмируют его? В большом счёпе нам это и не нужно. Почему это нужно? Нет, ну, мне нужно. Название, зачем? Да, название, наверное, не нужно. Так вот, я об этом и говорю. Нам нужно название и расположение тех мышц, на которые мы воздействуем. А их, ну, может быть, грубо десятка, два, три. Ну, так, не больше. Вот. Да, корейсненько. Все, так, я забрал. Ну, да. А если добавим сюда ещё несколько апатий, то будет совсем нечего. Нет, это всё вообще очень интересненько. Потому что там, скажем, можно... А может, нет, я когда-то очень хотела учить эту самую, как её, акупрессуру. Но потом я в ней разочаровалась. Ну, смотри... А может, вы ещё что-нибудь расскажете про, ну, скажем, хранится хранитерапия чуть-чуть, полчасика, девушку это интересует. Нет, ну, как-то, мороз, пошедём. Сегодня просто немножко времени есть ещё. Один человек, который сам занимается этой крайне сокровенной терапией, я ему сделал Тепур, он мне говорит, ты делаешь крайнюю сокровие, я ему говорю, нет, дашь понятия не имеешь, что это такое-то было. Вот ты не можешь, что это было. Вот, ты не можешь, что это было. Ладно, сейчас общее понятие, как бы, чтобы было ясно, что это такое. Итак, значит, человек живёт по... нет, не по определённым. Короче говоря, работа определённых органов человеческого организма завязана на определённые биологические ритмы. Мы знаем, скажем, да, все знаем, что определённый ритм, допустим, это ритм работы сердца. Сердечный ритм, удары пульса, там, 75 ударов в минуту, всё замечательно. При нарушении этого ритма, вернее, нарушение этого ритма ведёт за собой определённые проблемы, там, какие-то связанные с давлением, с наполнением крови в сосудах и так далее, и так далее, в общем, всякое. Вот. Как только мы каким-то причинам, вернее, каким-то образом восстанавливаем ритм, то проблемы, связанные с нарушением ритма, уходят. Точно так же все, ну, почти все знают, что у человека существует ещё ритм дыхания. То есть, дыхание осуществляется ритмично, где-то порядка, там, 20-25 дыхательных движений в минуту. Опять же, достаточно, как бы, вот, определённая периодичность, и нарушение этого же ритма тоже влечёт за собой какие-то изменения. Патологические или, там, скажем, физиологические, но всё равно. Вот эти изменения, как только мы восстанавливаем ритм, изменения уходят. Вот это понятно, обычно. Но, кроме всего прочего, в человеке существует ещё один ритм, который определяет движение спинномозговой жидкости. То есть, спинномозговая жидкость двигается в определённом замкнутом пространстве. Это пространство включает в себя спинномозговой канал, ведущий где-то от второго-третьего крестцового позвонка вверх до твёрдых мозговых оболочек. То есть, единый канал соединяет спинной и головной мозг. Причём этот канал, да, вот эти оболочки, да, они, как бы, замыкаются, и пространство это становится замкнуто. То есть, соответственно, это пространство... Так, ещё раз, значит, этот спинномозговой канал соединяется... Сейчас я повторю, подожди секунду. Значит, сейчас я повторю тебе просто по-другому сформулирую. Таким образом, мы получаем единое пространство, ограниченное твёрдыми мозговыми оболочками, то есть, краниум, краниум – это череп, фактически внутренней поверхностью черепа, потому что твёрдая мозговая оболочка изнутри выстилает череп. Поэтому получается краниум. И заканчивается этот канал на уровне второго-третьего крестцового позвонка, то есть, сакрум – крестец. Отсюда и получается это пространство, называемое краниусакральным. То есть, пространство между крестцом и черепом, или черепами-крестцом. Понятно? Замечательно. Так вот, спинномозговая жидкость обладает определённой способностью оказывать воздействие практически на все органы и системы, потому что она их омывает через лимфатическую систему. И как это происходит? Вот эта жидкость спинномозговая перемещается по замкнутой вот этой краниусакральной системе. И перемещается она таким образом, что её перемещение можно сравнить с гидравлической системой. То есть, под действием... Погодите, Аркадий, непонятно. Значит, как она их обладает, вы сказали, через лимфатическую систему? Сейчас, сейчас, мы сейчас к этому вернёмся. Насчёт непонятно, поэтому я объясню. Смотри, система гидравлическая, она поднимается снизу вверх от крестца к черепу. И при под действием спинномозгового давления она поднимается наверх. И в процессе подъёма происходит следующее изменение. Во время подъёма часть спинномозговой жидкости всасывается и уходит по лимфатической системе ко всем органам и системам. И в процессе поднятия спинномозговая жидкость образуется снова. То есть, клетки, выстилающие спинномозговой канал, они её вырабатывают. То есть, получается, что она вот как вариант шлюза. Вот она идёт, часть жидкости уходит и появляется новая. Опять уходит, появляется новая. И вот это движение, когда оно доходит до твёрдой мозговой оболочки, она уходит в определённую структуру. Она не опускается вниз. Она поднимается и дальше она, слово вылетело, концентрируется. Ну, она откладывается нехорошо. Она как бы концентрируется в определённых полостях коры головного мозга. И дальше происходит её, как бы, рассасывание до тех пор, пока не поднимается следующий этап. То есть, она не работает как насос. Она работает именно как гидравлическая система. Как, ну, не очень силён в гидравлике, но как вот шлюзовой вариант подняться вверх. Ну, это свиномозговая жидкость вырабатывается на всём протяжении системы. Да, да. Не в каком-то месте. Не-не-не, на всём протяжении системы. То есть, она как бы не поднимается давление. А из мозга она рассасывается туда в ту же лимфосистему? А? Из мозга она куда рассасывается в ту же лимфосистему? Да, рассасывается, она концентрируется там. Потом будем, когда строение мозга, мозга проходить. Там есть вот эти вот желудочки знаменитые, 4. Есть пазухи между оболочками. Вот она концентрируется там. Так вот, дело не столько в этом, сколько её движение идёт с определённым ритмом. Вот, и к раннему сакральному ритмом, это где-то порядка 6 подъёмов в минуту. То есть, вот каждую минуту осуществляется 6 вот этих вот подъёмов. То есть, каждые 10 секунд, в принципе? Ну, да. Чувствуется не тематикой, а я так и не считал. Не важно. Значит, важно другое. Важно то, что точно так же, как дыхательный и сердечный ритм, эта величина достаточно постоянная. И при любом. Вот сердечный и дыхательный ритм меняются при сбое в соответствующей системе. А крайне сакральный ритм сбивается при любом патологическом изменении в организме. То есть, как бы какой-то орган или система, работа которого нарушается, то есть, опять же, мы приходим к балансу. То, о чём мы говорили и сегодня, и на протяжении всех наших с вами встреч, что всё в организме человека сбалансировано. Как только этот баланс нарушается, сразу же меняется крайне сакральный ритм. И что делает специалист? Он этот ритм восстанавливает. Восстанавливает как? За счёт, прежде всего, за счёт своей энергетической базы. То есть, воздействием на определённые точки и воздействием своего энергетического поля происходит восстановление этого ритма. И как только этот ритм начинает восстанавливаться, сразу же вот эта спинномозговая жидкость начинает через лимфатическую систему идти прежде всего к тому органу, который для организма является наиболее проблематичным. Вот чем хороша работа в области крайне сакральной терапии? Она хороша тем, что организм сам выбирает точки приложения, которые нужно лечить. То есть, он фактически лечит сам. Как это заложено во всех восточках? Да, а специалист, хотя на самом деле это не восточная методика. Это методика. Это да, но вообще всевосточная, насколько мне понимается, основана именно этим садействием организма, потому что он сам себя привёл в порядок. Да, совершенно верно. И получаются очень интересные вещи. Но об этом пишут классики, крайне сакральной терапии, отцы, так сказать. Но я с этим сталкнулся сам. У меня был очень интересный случай, совершенно поразительный, когда ко мне пришёл молодой парень лечить заикание. Он заикался достаточно сильно, и ему это очень мешало, потому что у него работа менеджера, он должен разговаривать, проблемы возникали. Он ко мне пришёл. Я говорю, ну давай. Мы начали с него работать в крайне сакральной терапии. Один сеанс, второй сеанс, пятый сеанс. Я говорю, ну как? Он говорит, никак. Седьмой сеанс. Я говорю, как? Никак. Я говорю, слушай, Саша, ну как же так? Неужели у тебя в организме ничего не происходит? Он говорит, не, ну как не происходит? Он говорит, говорит, то есть я об этом вообще первый раз. Он говорит, у меня, говорит, был язвенный калий. Так вот он прошёл. И как только он прошёл, стал проходить заикание. То есть где-то на десять. Я думаю, я знаю, ком идет речь. Не, не знаю. Александр Донагеев, как его фамилия, не помню. Я знаю, ком идет. Он молодой парень? Ну да, молодой парень, да. Он занимается графикой и создаёт там всякие. Графики не знаю, но то, что он как менеджер, то есть ему постоянно приходилось вести диалог. Ну где-то он из-за района, он даже не из Натани, то ли из Хадеры, то ли вот из этих городков, которые Натани окружали. Тот дизайнер был? Нет, не знаю, может быть он и дизайнер. Такая же сцепка язвенный колит и заикание. Но проблема-то в другом, вернее фишка. Фишка заключается в том, что я не знал о колите. Он пришел совсем с другим, но организм отреагировал именно так. Вот колит мешал больше, чем заикание для организма. Ему для работы, может быть, колита не мешал. А вот для организма, для его функционирования нормального. Вот. Классик, основатель, скажем так, разработчик граммисакральной терапии описывает классический вариант, когда к нему пришла на лечение женщина после автомобильной катастрофы. Она пришла, значит, катастрофа была очень тяжелая, много оперировали, собирали. Вот она пришла с болями в области поясницы, таза и так далее, и так далее. И возник момент, когда он ее стал спрашивать, и выяснилось, что ситуация. И он начал лечить. И вдруг она почувствовала совершенно жуткое обострение. То есть у нее стало болеть точно так же, как сразу после аварии. Вот первый момент, вплоть до потери сознания. И как только это прошло, вдруг выяснилось, что она вспомнила все, то есть прошла амнезия. Опять же, которого он не знал. То есть изначально она в момент аварии потеряла память. То есть она не помнила что-то до аварии, и она не помнила что-то после аварии. А вот задолго до аварии она помнила, и помнила, что было уже после этого. Так вот, на фоне резкого обострения она вспомнила все, что-то у меня чаще подробностей. Кстати, там потом это помогло найти в нем не аварии, не важно, ну за детали. Но опять же, он когда начинал, он того не знал. То есть он не знал, что она не помнила. Его по большому счету это не очень интересовало. И вот после этого у нее стали проходить все последующие годы. То есть к чему я это веду? К тому, что восстановление крайнего сакрального ритма приводит к восстановлению, к лечению тех проблем, которые организму мешают. Вот почему я... Он сам опускает. Он задолго. Реально происходит при условии, что корень проблемы лежит на том уровне, с которым он работает. Нет. Почему, например, вот Мака, которая двух детей водила на крайнего сакру год, да? У одного ребенка были изменения, да? У другого ребенка изменений не было. Чуть-чуть были изменения. У девочки вообще не было. Нет, у девочки вообще не было никаких изменений. Вот. Почему это было? Потому что крайнего сакру затронуло определенные слои проблемы, которые ушли. И ребенок стал лучше. Но остальные слои, я говорю про нас, я же не это говорю. Остальные слои затронуны, если они мешают организму функционировать нормально, они будут влечиваться позже. просто бросать меня. Нет. А это не в организме, скажем так. Это не в организме. Это не в организме. Ну, я же говорил про нас. Когда они пришли к нам, ну там уже. Нашим инструментарем. Очень удобно. Запустил на самом этом все. Ребят, я же вам говорю, я же вам говорю о том, что идеальное улучшение происходит всегда на стыке разных методик. Поэтому, если, скажем, крайнюю сакральную терапию, панацея от тех проблем, ну, своеобразная панацея, от тех проблем, которые внутри организма. Как может ритм влиять на окружающую среду? Нет, нет, нет. Тут все хитрее. Я вот, например, у меня была коллега, у нее дочка болела на онкологии. Ее дали сначала одну почку, потом вырезали со второй четверть еще. поскольку удалять было уже нельзя, да? Они тоже год ходили на крайнюю сакру. По несколько раз в неделю. Как вам сказал, денег заплатили, машину больше можно было купить. Да. 350 за сеанс. И с нулевым результатом. 4-5 раз в неделю. Ну а почки же не вырезте. Я бы что. Та, которую совсем вырезали, конечно, нет. А та, которая была, она у нее разрослась. Она стала размером в полторы почки. Врачи там махнули, потому что такой короткий срок вообще. Это самое, типа, самое лучшее, что могло случиться. Было это уже иное количество лет назад. Дет восемь назад. Тьфу-тьфу. Уже, да, ребенок уже большой. И живет в другой стране. Вот здесь интересно было бы попробовать ситуацию с точностью бы наоборот. сначала работать тебе, а потом подключить к раннюю сахарную операцию. То же самое работало. У меня уже были с онкологией живопады. Так я и говорю, что тогда эффект будет. Почему? Потому что сначала ты восстанавливаешь, а потом организм... что она теперь с вашей помощи будет делать это и другое. Я подозреваю, что то, что крайнюю сахар сделаю, я тебе тоже делаю, просто как бы не думаю про это. Сначала ты ознакомишься, а потом... Ну я поэтому и знакомлюсь? Другое там, другое. 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 Запомнился. В любом случае сочетание это будет интересно. Про ритм я точно не думаю. Там другие, там другое все. Так ты можешь не думать, ты можешь восстанавливать свои... Ну вот игра. Наверное, происходит все равно. Конечно. Другое. Потом. Вполне возможно. Почему? Задача-то и как бы то же самое. Я думаю, что Каспировский работал почти так же. Он просто задавал посыл. Ну все. Чисто как биоэнергетика, чисто энергетически. Организм уже выстраивал сам, что нужно растворять. Что Каспировский делал что-то типа хранил сахар издалека? Нет. Я думаю, что Каспировский делал биоэнергетику. А вот так же как и Джона. А вот что делала энергия, которая приходила, вполне возможно, что она восстанавливала крайнюю сахарную жизнь. Вполне возможно. Почему нет? Ну по идее она должна все восстанавливать. Да. Да. Я об этом не говорю. Только что первично, что вторично. Ну да. Нет, не важно. Конечно. Нет. Важно это для понимания процесса. Для пациента это не важно. Все. Спасибо. Некоторые пациенты очень долтошные. Нет, так вот. Пусть они здесь сразу будут долтошные. Главное, чтобы они были здоровыми. Ты можешь. Такие, которые приходили исключительно, чтобы понять, как это работает. Ты можешь смело говорить о том...